Итак, мы знакомимся дальше. Сейчас мы рассматриваем меридиан селезенки поджелудочной железы. Доктор Константин отводит главенствующую роль данному меридиану. И в своей литературе очень сильно подчеркнул взаимосвязь данного меридиана. И прежде всего, то, что он является, скажем так, самым первым основным меридианом. Хотя на Востоке говорят, что все основное отводится, то есть первому сердцу в организме человека, в энергонорганизме человека, отводится меридиану почек. Доктор Константин отчасти согласен и отводит главенствующую роль меридиану селезенки поджелудочной железы. Давайте рассмотрим данный меридиан, как он проходит, а потом поговорим о его функции. Итак, смотрим. Начинается меридиан на ноге. Он относится к киньскому органу. Инь это минус, янь это плюс. На большом пальце стопы он начинается, постирается по нижним конечностям, контролирует внутренние конечности ноги, контролирует голеностопный сустав, контролирует коленный сустав, тазобедренный сустав, контролирует гинекологию, урологию, контролирует боковые части, тонкий кишечник, толстый кишечник, контролирует также желудочно-кишечный тракт, контролирует печень, желчный пузырь, боковые расстройства, контролирует грудь, грудину, область, сердце, пищевод, контролирует подмышечную впадину, Контролирует, прежде всего, грудь, контролирует ключицу, контролирует ротовую полость, щитовидную железу, контролирует шею Итак, мы видим, что вроде бы орган у нас должен находиться в левом подреберье Но, увы, классическая китайская традиционная медицина рассматривает данный меридиан вот так, как нам предоставили Итак, что же данный меридиан несет в себе? Ну, так как мы сделаны из кости и скелета, и скелет наш обтянут мышечной массой Вот можно сказать, что мышечная масса подчиняется меридиану селезенки поджелудочной железе В каком состоянии селезенка поджелудочная железа, в каком состоянии и мышцы человека На практике это подтвердилось При воспалении поджелудочной железы возможно боли в любом части организма человека Так как весь человек сделан из мышц Также и при гипотонусе селезенки поджелудочной железы возможно, прежде всего, что боли в мышечном каркасе человека Итак, мы видим, что данный меридиан очень капризен Капризен, почему? Потому что мышцы находятся везде Наши органы, возьмем, например, даже сердце Сердце, оно, это мышечный клапан мышечной желудки сердца Да и само сердце изготовлено из чего? Из мышц, из мышечной ткани Вот в каком состоянии меридиан селезенки поджелудочной железы, уже от него зависит орган сердца Так что не надо делать поспешные выводы, когда у вас болит сердце Нужно прежде всего знать, в каком состоянии данный меридиан И вы сразу же определите, что боли в голеностопном суставе у нас могут возникать из-за настройства данного меридиана Из дисфункции данного меридиана Также боли в коленном суставе, которые жалуются очень много часто, часто пожилые люди Почему? Потому что, когда они приходят на диагностику, то выявляется либо гипертонус данного меридиана, либо гипотонус данного меридиана Также боли в тазобедренном суставе Также, когда приходят заболевания всеразличные у мужчин гинекологии, у мужчин урологии, простите, у женщин гинекология Также здесь у нас болезни связаны с желчным пузырем и печенью Вот только эта дисфункция данного меридиана может привести к образованию камней в желчном пузыре А это немаловажно знать почему Потому что вы, если правильно поставите диагноз, вы меньше затратите времени, меньше затратите энергии, меньше затратите средств И более разумно и эффективно восстановите данный меридиан В каком состоянии меридиан селезенки поджелудочной железы? Вы можете определить благодаря прибору доктор Константин-2, который разработан мной, который практикуется уже более 15 лет в моей повседневной практике Все люди, которые обращаются ко мне, первое, что я рекомендую и незамедлительное, это диагностика 12 меридианов Вот благодаря данному прибору вы сможете прогностировать данную систему, все меридианы И посмотреть, в каком же состоянии меридиан селезенки поджелудочной железы И уже вы сможете знать, что если он воспаляется, то все системы, органы, части тела, которые мы только что с вами перечислили, также будут воспалены Ну, давайте начнем сверха, начинали снизу, давайте начнем сверха Пожалуйста, ротовая полость полностью зависит от меридиана селезенки поджелудочной железы Это состояние зубов, это вкусовые качества Далее мы спускаемся вниз в горло, горловая часть, щитовидная железа Вот, пожалуйста, незнание в каком состоянии меридиана селезенки поджелудочной железы Вы можете ложно лечить, либо ложно сделать выводы о состоянии щитовидной железы Спускаемся ниже, мы видим, боли в ключице могут сопровождаться дисбалансом в данном меридиане. Боли в области грудины, в области сердца. Пищевод также может вам напрямую показывать состояние меридиана сельденки подживучной железы. Нужно это также включать при диагностировании различных болезненных факторов в данной области. Боли в области груди, боковой части, подмышечной области, это также состояние сельденки подживучной железы. Повторюсь, меридиан, органы желчного пузыря и печени, это также может зеркально отражаться из состояния сельденки подживучной железы. Спускаясь вниз, мы видим пунктирные линии, здесь контролируют полностью желудок, желудочно-кишечный тракт, тонкий кишечник. Это также полностью отражается в состоянии меридиана сельденки подживучной железы. Спускаясь ниже, мы видим, что меридиан сельденки подживучной железы очень сильно контролирует все то, что ниже пупа. Это мочеполовая система у обеих полов Далее мы видим, что у нас тазобедренный сустав Мочеполовая система спускается по внутренней части ноги Контролирует коленный сустав Это боли в коленном суставе, заболевания коленного сустава Боли в костях, боли мышечные Далее мы смотрим, спускаясь по голени внутренней части Контролирует внутреннюю лодыжку И весь голеностопный сустав заканчивается То есть начинается на большом пальце стопы Итак, мы с вами рассмотрели данный меридиан. Меридиан активность начинается с 9 до 11 утра. Меридиан контролирует наши с вами мысли, отвечает практически за все. Есть какие у человека мысли, такой меридиан селезенки поджелудочной железы. Кто-то, конечно, посчитает это выдумкой, кто-то, скажем так, на сегодняшний день посчитает это обманом, но, увы, на сегодня полной информации о селезенке поджелудочной железы мы не имеем. Это единственный нетраспортабельный орган. Можете сделать выводы. Это органы, которые изготавливают нашу кровь. Вот в каком состоянии наша кровяная масса, в таком состоянии и все наши органы с вами. Потому как где мы не поранимся, кровь у нас везде. Далее, что можно сказать об этом меридиане? Он отвечает за духовность человека, он отвечает за способности человека к решению задач, к математическим задачам, к решению жизненных проблем. Также данный меридиан способствует, прежде всего, росту и развитию у детей и вообще человека. Данный меридиан очень сильно отвечает за все наши болезни и заболевания, связанные, прежде всего, с мыслями. Ну, многие поймут, о чем я говорю. И при восстановлении данного меридиана, прежде всего, уходит скоротечность мыслей, быстротечность мыслей. Также ложные мысли появляются у человека. Также бывают и черные мысли. Также навязчивые идеи. Все это контролирует меридиан, селезенки, поджелудочные железы, которые мы только что познакомились и рассмотрели. Если вы знаете, в каком состоянии данный меридиан, вы с успехом вылечите, либо поможете при тех видах заболеваний, которые он несет в наш физический мир. Более подробно о том, что контролирует данный меридиан, вы можете прочесть на сайте доктора Константина, на диагностической карте, За что отвечает меридиан? Здесь полностью перечень. Вот мы видим, пожалуйста, поближе. И в каком состоянии все то, что перечислено, в таком состоянии и весь наш организм. Не забывайте, на Востоке есть три состояния меридиана. Меридиан в норме, в нем пребывает гармония. Меридиан в гипертонусе, в нем много энергии, избыток энергии. Ее надо убрать. И меридиан в атрофическом состоянии, в гипертонусе, в нем мало энергии. Ее нужно дать. Все это возможно благодаря диагностическому прибору, который мною разработал, благодаря 15-летней практической деятельности, на которой на первом месте доктор Константин ставил. Это что? Диагностика 12 меридианов. Итак, прибор доктор Константин поможет Вам прежде всего узнать, в каком состоянии Ваши 12 энергоинформационных меридианов и привести их в норму, а также профилактическими действиями содержать их в длительное время в норме. То есть при наступлении гармоничного состояния данного меридиана Вы можете его поддерживать благодаря первой функции прибора. Это что? Диагностика. Спасибо за внимание.